Минобороны России опровергает сообщение о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве. Французские источники сообщают о боях на проспекте Победы. Президент Украины призвал всех сограждан встать на оборону страны, а россиян оказать влияние на свои власти, чтобы прекратить войну. Тысячи украинцев день и ночь ждут возможности пересечь границу с Польшей. Только за сутки сюда въехали около 30 тысяч человек. Им помогают добровольцы. Продвижение российских войск по украинской территории возобновилось в субботу, заявил пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, накануне Путин отдал приказ остановить его в связи с ожидавшимися, но не начавшимися переговорами с Киевом. На третий день российского вторжения жертвами с украинской стороны стали по меньшей мере 198 человек, в том числе трое детей, сообщил министр здравоохранения Украины. Более 1100 человек ранены. В боях погибли десятки украинских военнослужащих. По данным Украинского министерства обороны, Россия потеряла 3500 военнослужащих, 200 взятых в плен, а также лишилась более 600 единиц военной техники. Российская сторона информацию о своих потерях не предоставляет. Проверить утверждение сторон о взаимном уроне и потерях из независимых источников пока невозможно. При этом в Минобороны России заявили, что сообщение о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве не соответствует действительности. В него попала украинская зенитная ракета. Обстановка здесь действительно очень мрачная. Люди, с которыми я встречалась днем и вчера вечером, в панике и разгневанные. Я говорила с людьми, которые минувшей ночью уже второй раз ночевали в метро. Это единственное место, где они чувствовали себя в безопасности. Они пошли туда, потому что ходили слухи, что российские войска могут оказаться в городе в любое время. Многие из них также сказали мне, что пытались сесть на поезд и уехать в более безопасную часть страны или туда, откуда можно добраться до Польши. Многие до сих пор пытаются бежать в Польшу. Бои продолжались всю минувшую ночь во многих районах Украины, в том числе и в окрестностях Киева. Президент Владимир Зеленский подтвердил в своем утреннем обращении, что Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются украинскими войсками. Украина просит всех помочь защитить мир во всем мире, пока в самой стране люди объединяются, чтобы противостоять. Каждому украинцу нужно помнить одно. Если можно остановить и уничтожить оккупантов, сделайте это. Все, кто может вернуться на Украину, возвращайтесь защищать Украину, и тогда у нас будет много работы по ее восстановлению. Все, кто может защитить Украину за границей, делайте это. Целенаправленно, вместе, непрерывно. Все друзья Украины, которые могут присоединиться к обороне, приходите. Мы дадим вам оружие. Президент Украины также призвал россиян высказаться и поблагодарил тех, кто уже это сделал. Говорил он по-русски. Теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, а ради чего их отправили в Украину. Отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Рано утром в субботу Зеленский опубликовал еще одно видео, чтобы пока он находится в Киеве, а не покинул страну, как говорилось в некоторых фейковых новостях. Тысячи украинцев день и ночь стоят в пробках, чтобы выехать из страны и спастись от войны. По словам пресс-секретаря агентства ООН, по делам беженцев Шаби и Манту, по крайней мере 100 тысяч человек покинули свои дома. Многие из них уже пересекли границу с соседними странами – Молдовой, Румынией и Польшей. На то, чтобы проехать 20 километров через Мастиску до польской границы, уходит несколько часов. Мы тут стоим уже давно, часов шесть, а может и семь. Это безумие, сумасшедшее движение. Надо же, я не знаю, как уехать из родной страны. Я не хочу ее покидать, но из-за захватчиков я должна покинуть ее как можно скорее. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель неделями готовился к худшему и имеет четкие планы попринятию беженцев с Украины. За сутки с начала военной операции в Польшу, по данным погранслужбы страны, въехали почти 30 тысяч человек. У многих нет ни жилья, ни возможности передвижения. Им помогают добровольцы. Мы уже организовали веб-сайт с контактами людей, которые будут готовы помочь за жильем, с трудоустройством и с транспортом. Сейчас мы смогли устроить уже примерно 12 семей. Те, кто пересекают границу, не знают, когда смогут вернуться. Сегодня они находят временное решение своей ситуации, надеясь, что оно не будет постоянным. Болгария тоже принимает украинских беженцев. Хотя у стран нет общей границы, здесь много межнациональных семей. Многие из них уже вернулись на родину одного из супругов. Это безумие, которое исходит от одного человека, я считаю ужасным. Я верю, что у людей есть мозги в голове, чтобы достаточно трезво мыслить и оценивать ситуацию. Многие из них борются за свою землю, потому что не хотят, чтобы кто-то их от чего-то освобождал. Я не понимаю, от чего. Татьяна вернулась в Болгарию несколько дней назад, но ее муж-украинец и его семья остались там. Мой муж на Украине, моя семья на Украине, все мои друзья. Муж родился там, у него престарелые родители. Он хочет защитить свою землю, свой бизнес, свое все. В четверг официальная София сообщала, что Украину хотят покинуть около 4 тысяч болгарских граждан. Правительство готово эвакуировать их сухопутным путем. Между тем, добровольцы отправляются к пограничным пунктам на личных машинах, чтобы помочь беженцам выбраться оттуда. Мы организовали экстренный прием, потому что сейчас там женщины и дети идут через границу пешком. Мы хотим помочь им и привезти их в Болгарию. Ситуация такова, что сейчас Украина в огне. Некому обратиться за помощью. Западный мир, как мне кажется, реагирует довольно слабо. Единственный выход – организоваться самим и действовать. Беженцы не знают, что им теперь делать дальше. Я боюсь за свою семью, за своих друзей. Мне страшно за всех украинцев. В руководстве Болгарии с осторожностью высказываются об введении санкций против России. Тем не менее, с субботы страна закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Болгарии с осторожностью высказываются об введении санкций против России. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok